всем привет друзья с вами я михаил шилов автор проектов будушин.ру, блог.ру, макевара.ру, докторшилов.ком и корректура вот так вот вопрос такой пришел Михаил Юрьевич вы по разминке постоянно говорите что разминка должна быть постоянно да там вот обязательно на каждой тренировке то есть если времени на разминку нет то лучшие тренировки делать вообще так ли это вообще как это так вообще а если потихонечку начать заниматься там ну не сразу там жать там 140 килограмм или 120 а потихонечку с пустого грифа там это же будет сама по себе разминка там нормально движение там поделки тоже то же самое там разводки гантели или армейский жин с легеньким весом сначала все суставки прогрелись и все время лишнее утратить не надо можно ли такでは может делать все что угодно все можно кто же вам запретить то вопрос в другой о задаете кто корректно да вы рекомендуете так делать или не рекомендует и что вы скажете по этому поводу вот ребят я не рекомендую так делать где я рекомендую так делать после разминки Когда вы разминку уже сделали, вот тогда надо начинать именно так, как вы написали То есть это не является разминкой, это является подготовкой к определенному техническому действию К определенному движению техническому, селективному, правильному, тому, которому вы будете работать Сначала вы делаете разминочный такой подход, когда у вас вес вообще никакой Потом адаптивный подход, а может быть даже и два с очень малыми весами И потом начинаете уже работать, либо вы работаете свою лестнику и пирамидку Либо ставите максимальные веса или максимально зависит от того, какие задачи у вас И делаете рабочих 3-4 подхода Ну или не знаю, может вы делаете 9-10, может у вас монотренировка, когда вы одно лишь упражнение долбите всю тренировку У меня такое бывает, например Я могу, например, жим делать 20 подходов Ну, в разных вариациях, конечно На горизонтальной скамье, на клонной скамье На максимальную силу, на максимальную выносливость И все это в одной тренировке, у меня может быть Так что все от этого зависит Но что касается разминки, делать ее надо обязательно Причем разминку надо делать перед любой тренировкой Конечно, если у вас идет несколько тренировок подряд Предположим, идет кардио А после кардио идет какая-то другая тренировка Самоснарядная подготовка Или у вас, например, идет тренировка силовая А после силовой тренировки вы дорабатываете кардио, если вы на жиросжигании работаете Или наоборот За 40 минут или за час перед силовой тренировкой вы заканчиваете кардио тренировкой Если, опять же, вы на жиросжигании работаете То, конечно, тут разминку делать каждый раз полноценную не надо Опять же, про какую я разминку говорю Если это пара движений в суставах Немножко покрутили торс, немножко что-то двинули Это не разминка, это все фигня Об этом отдельный подкаст посмотрите По поводу того, какие я разминки рекомендую И вообще, как ее часто делать разминку И что это за разминка такая Могу сказать одно Что разминка хорошая, полноценная Это полноценная суставная гимнастика Я ее делаю по своей программе Вы с ней можете ознакомиться Пройдете по ссылкам, которые есть в подписи и в аннотации к этому видео Все поймете, как это делается Это полноценная суставная гимнастика Которая прорабатывает абсолютно все суставы Во всех физиологических нормальных амплитудах И готовит тело к работе Получается так, что если вы даже не успеваете тренировку делать А делаете только разминку Это самостоятельный комплекс по аналогии Который можно сравнить с йогой Считайте, что вы тренировку провели Занимает, если делать медленно, плавно, полноценно И очень с чувством, с толком, расстановкой 20 минут Если делать интенсивно, быстро, готовя себя к нагрузкам хорошим Таким И надо быстро размяться То это 7 минут В среднем Я засекал 7 минут Ну, 7-10 Надо по началу 10 у вас получаться Со временем все меньше времени будет занимать Это учитывая тот факт, что каждое упражнение Делается по 10 повторений в каждую сторону В каждую сторону Потому что симметрично все в основном делается Вот так вот Я такую разминку Ну, что я не сделал 7 минут всего лишь она занимает Делается перед каждой тренировкой Если тренировки следуют две подряд То достаточно сделать ее только перед первой Там все нормально будет Если вы не натостыли за тренировку И не расслабились То все это сохраняется Весь эффект Все будет нормально А вот если между вашими тренировками Время достаточно много прошло Несколько часов То стоит обязательно сделать Обязательно А что касается вот таких вот С пустым грифом С малым весом Обязательно Делайте это очень правильно Правильно Но это не разминка Это адаптивные подходы Давайте не будем путать Кислые С пресным Мягкие С пушистым Это Или теплые С пушистым Говорят не знаю В общем короче говоря Не путайте Вот одно с другим Одно другое Не замещает Не заменяет Никак Особенно К этому Со скепсисом Относятся молодые Потому что У них вагон здоровья Как они считают Ну это До поры до времени Все здоровье Быстро заканчивается Когда Делается все неправильно Нельзя Рассчитывать только на Высокую компенсацию То есть организм В молодом возрасте Это раз И на то Что связки Там эластичные суставы Подвижные В молодом возрасте Это два Нельзя на это рассчитывать Нельзя на это делать ставку То есть Это есть Это хорошо Это козырь Вот это надо И вот это и надо сохранить А не добиться того Что это пропадет Там возникнут какие-то Сандроматические Контрактуры Там осложнения Хондрозы Артрозы Сантендовогенид И что-то еще И потом начинать С этим Как-то это бороться Теми же методами Которые могли бы Это все дело Профилактировать То есть Лучше Когда здоров Делать все это дело И быть здоровым Сам не всегда Чем Заболеть И потом Теми же методами Это все лечить Но уже Без возможности Полноценного тренинга Не поленитесь Потратить эти 7 минут На разминку Что вот это вот Такое Я не устаю Постоянно Говорят Разминайтесь 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 Да Некоторые говорят Конечно А вот Я во время Там А вот драка На улице Какая там Разминка Мне там Никто не даст Времени Растянуться Шпагат Я связки Прогреть Но не даст Конечно Само собой Не даст Но если вы Разминку Постоянно Делаете Ваши связки Будут Эластичнее Чем Если Вы ее Не делали Условно Говоря Вы так же Встали с утра И Первая Утренние Стренировки Если Сделали Разминку А подраться Вам вдруг Удалось Через Три Часа У вас Связки Будут Больше Готовы К этому Если Предположим Вы Эту Разминку Не делали А попали В эту Ситуацию Просто На холодную После Утра Ничего Не делали Или Даже Потренировавшись Вы еще Больше Забьетесь Во время Тренировки А суставы Не будут Нормально Проработаны Или Проработаны Будут Только Те Суставы И Прогреты Которые Участвовали Непосредственно В той Тренировке Селективно Которая У вас Была А комплексно Вы не Проработали Это к вопросу О том Что Разминка Должна Быть Комплексной Не надо Разминать Только Тот Кусок Тела Который Вы Собираетесь Работать Разминка Идет На Все Учитывая Особенно Тот Факт Что Все Тело Работает Перекрестно То есть Не бывает Такого Что Мы Работаем Руками И И И И И Не знаю Если Вы Конечно Своё Тело Уложите Укладку И Зафиксируете Полностью Так Что У вас Не будет Для Стабилизации Не Прягаться Ни Пресс Ни Спина Ничего Вообще На Свете И Вы Будете Работать Только Селективно Прям В Изоляции Жесткой Жесткой Может быть И Это Можно Но Это Вообще Фигня Полная Учитывая То Что Абсолютно Небольшинство Людей Работает Над Упражнениями Над Базовыми Над Многосуставными Всегда Подключается Все Что Только Можно Мышцы Кора Работают Практически Во Всегда Вообще Соответственно То же Самое Как Эти Грудь У вас Прорабатывает Руки Плечи То есть Обязательно Локти Если Вы Работаете Ноги Там Все Работает Что Только Можно Тоже В общем Короче Да А позвоночник Весь Всегда Работает Для Стабилизации Всегда И Хоть Вы Жимы Ногами Будете Делать Хоть Приседы Будет Со Штангой Хоть Становую Тягу Хоть Пресс Качать Хоть Армейский Жим Делать Всегда Стабилизаторы Позвоночника Будут У вас Подключены Всегда В той Или Иной Степени Подвижность Позвоночника Тоже Задействована Будет Хоть И В Коротких Амплитудах Но Под очень Большими Нагрузками Поэтому Разминка Всего Позвоночника Необходим Крайне Шея Как Бы Вы Не пытались Ее Расслабить Во Время Тренировок Она Все Рано Напрягается Во всех Мощно Силовых Упражнениях Всегда Практически Ну Поэтому Обязательно Тоже Она Должна Быть Абсолютно Размята Позвонки Должны Быть Выставлены Правильно Компрессии Сняты Все Если Этого Нет Вы Еще Больше Закомпрессуйтесь В итоге Одно Неловкое Движение Даже Не Во Время Тренировки А После И Все У вас Прострел В общем Вот так Ребят Не ленитесь 7 минут Вам Сэкономят Часы Месяцы И В жизни Нормальные Полноценные Это раз Они Позволят Вам Нормально Тренироваться Потому что У вас Не будет Травм Это два И три Здоровье И молодость Они вам Сохранят И Возможность Возможность Заниматься И себя Длюсти В самом Даже Преклонном Возрасте Вот Молодежь Особенно Внимательно Вы Это Слушайте Обязательно Не Рассчитывайте На то Что Все У вас И так Хорошо Надо Сделать Так Чтобы Так Было Хорошо Всю Оставшуюся Жизнь До Глубокой Старости Не Берите Как Из Как Источника Бездомного Надо Чтобы Ресурс Был Возобновляем Они Они Не Они Не Возобновляем То Если Вы Оттуда Все Вычерпаете То Потом Не Восполните А сможете Только В лучшем Случае Как-то Поддерживать Что-то На уровне Если Вы Будете Постоянно Пополнять Пока Там Есть Брать Разумно Экономно Никаких Проблем У Вас Вообще Не Будет Понимаете Вот Так Ну Удачи Обязательно Подписывайтесь На мой Канал На Ютуб На Мои Проекты Докторшилов Точка Кова На Корректуру А Также Будушин Точка Ру Будоблог Точка Ру Макивара Точка Ру Удачи Всем Увидимся В Следующих Подкастах Продолжение следует